Зимним вечером в столовую на окраине Ленинграда зашли трое хмурых мужчин. Оставалось пять минут до ее закрытия. Кассир Лида уже собиралась домой. Один из неожиданных посетителей грубо оттолкнул ее от кассы. Она успела лишь прошептать, что вы делаете, и получила пулю в лоб. На следующий день новость о страшном убийстве облетела весь город. Выстрелили в голову кассиру, забрали выручку. В конце 80-х Ленинград делят несколько мощных ОПГ. Стрельба на улицах и в ресторанах, рэкет и грабежи. Город терроризируют братки конкурирующих банд. Убийство каждый день. Самой страшной и жестокой считается ОПГ, которая называется Белый крест. Это люди явно неадекватные, сумасшедшие. То есть были как бы... или косили под сумасшедших. Сотрудники милиции вызывают на тайную встречу авторитета по кличке Фека. Он сколотил свою банду еще в 70-е годы, отсидел 8 лет, только что вышел на свободу. И людям в погонах кажется, что этот крупный знаток криминального мира поможет им выйти на лидеров самой страшной в городе ОПГ. Его обязательно выдергивали там в рубок. Он говорит, меня-то чего, я типа на пенсии там. А я ему говорю, молчи, старый, это с тебя все началось, ты семя бросил, поэтому все время тебя плющить будем, мы все время тебя дергать будем. В 90-м на столбах возле остановок и метро жители Ленинграда находят листовки с призывами к смене власти. Сограждане, в нашем городе создана организация Белый Крест, имеющая целью возвращение человеческого достоинства всем россиянам, обретение настоящей полнокровной свободы. Сообщаем, что в республике Закавказье направлены курьеры для закупки оружия. С 15 по 25 апреля 1990 года на всех легальных и нелегальных рынках города будет производиться широкая распродажа оружия. Люди, объединяйтесь, берите в руки оружие, так сказать, надо бороться с оружием в руках, против властей. Когда сотрудники правоохранительных органов показали листовку Феки, он уже много выпил и не смог сдержать смеха. Откуда он может знать подобных психов? В его время все было проще и понятнее. На власть никто не покушался. Через 6 лет он уже глава службы безопасности крупной фирмы. И с размахом празднует день рождения любимой дочки Елены. На банкет в загородный ресторан съезжаются гости на дорогих и редких в то время иномарках. Мерседес самого Феки уже припаркован у ресторана. Богатый стол ломится от импортных бутылок и деликатесов. Развлекает гостей артист, пародирующий Брежнева. Выпив, Фека тоже пытается рассказать анекдот про генсека, в эпоху которого он был молод, богат и счастлив. Когда еще лежали леди, мы стали. И заходят, он говорит, слушай, а кто это такой лежит? Он говорит, это наш Басо. Он говорит, а что это рядом с ними лежит? Он говорит, это его орден ледников. Живая музыка играет шлягеры. Вызывающие одетые женщины соревнуются в энергичных танцах. В конце вечера пьяные гости лезут на эстраду. Типичный праздник жизни от Феки. Всем очень нравится. Он громко гоготал, ругался матом, пытался хватать за какие-то приятные места каких-то женщин. И, в общем, это вызывало какое-то такое вот... Ну, типа, дядя там, ну, сколько же тебе лет? Что ж ты так себя ведешь, как какой-то тинейджер, у которого гормоны, понимаете, это сказать, играют. Фека всегда любил рестораны и красивую жизнь. Его эффектные появления в точках разврата были отточены еще в 70-е годы. К ресторану подкатывает белая шестерка. Все застывают и смотрят на крутых с раскрытыми ртами. Феку сопровождают высокий боксер-атлет и интеллигентного вида шибзик в кепке. И, конечно, красивые девушки. Все разодеты в импортные вещи ведут себя, как звезды эстрады. Швейцар подобострастно распахивает перед этой группой дверь, и всем понятно. Прибыли самые важные гости. Причем они сами не похожи ни на гангстеров чикагских, ни на уголовников советских. И вот они там садятся за столик, вокруг них пляшут официанты. Компания, которая в открытую кутит, кутит достаточно красиво и энергично. Посещение ресторана в советское время было чрезвычайным событием в жизни человека. Цены были высокими, да еще и в очереди нужно стоять. Это был недоступный вид досуга. Чтобы попасть туда, тоже приходилось платить. И посидеть за столом, но средний счет мог составить в месячную зарплату обыкновенную службу. То есть там 100, 200 или 300 рублей. Рестораны были каким-то потусторонним миром, в котором люди едят вкусную еду, слушают живую музыку, танцуют. И местом, в котором очень опасно. Ведь в основном за столиками сидели представители теневой экономики и криминального мира. Если туда заходит человек в галстуке, с девушкой и так далее, он смотрится, как какая-то ваза в офисе. То есть на него оборачивается. Он говорит, ты-то зачем? Он говорит, я труженик. Что, сделать нечего труженику? Однажды в ресторане официант подал компании Феке разбавленную водку. Фека был алкоголиком со стажем, плюс настоящим ценителем спиртных напитков. Обман учуял сразу. И, подозвав официанта, щелкнул ножиком перед его носом. Господин Феоксистов, конечно же, решил показать всем, что с ним так нельзя. Он встал и отрезал официанту ус. ВЫСТРЕЛ Вся бравая команда Феке стала хохотать. Официант в испуге убежал. А довольный аттракционом Фека продолжил пировать. И на следующий день об этом случае говорил весь Ленинград. Советские люди хотели развлечений и радости. Но где их взять, не знали. По телевизору бубнили скучные члены политбюро и показывали весть из полей. На столах не было вкусной еды, в магазинах красивой одежды. Билет на концерт звезды не достать. Хорошие комедии в кинотеатрах бывали нечасто. И в Ленинграде в эпоху застоя всех развлекало сарафанное радио с байками про беспредельщика Феку. Сидели люди, говорят, ты знаешь, там, Феке, а что? Ой, да что там, чуть ли не порезал на куски. Свой путь в большой криминал Владимир Феоктистов начал в 60-е годы, когда еще учился в институте. Он влился в пеструю и нарядно одетую компанию фарцовщиков, карауливших иностранцев в гостиницах и менявших русские матрешки и балалайки на джинсы и рубашки. Как ты делаешь? Как ты делаешь? Ну, чем тогда могли заниматься молодые парни, которым что-то надо было от жизни? Понимаете, либо идти в комсомольские работники, либо идти фарцевать. Вот он предпочел пойти фарцевать, за что, видимо, и было отчислено. Феке был парнем коммуникабельным, выучил английский язык и вскоре уже имел целую команду фарцовщиков, которые работали исключительно под его чутким руководством. Атаковали автобусы, скажем, финские. И когда финны где-то выходят из автобуса отдохнуть или на экскурсию, они вокруг этих автобусов иются, покупают жевательную резинку, покупают кроссовки, джинсы, какие-то импортные футболки, которые у нас тоже не было. И в три дорога, а может, и в 15 раз дороже потом продавали. Феке стал зарабатывать огромные деньги. И уже в молодые годы он раз и навсегда решил для себя, зачем нужен толстый кошелек. Исключительно для красивой жизни. Выпивки с друзьями и эффектными девушками – угара каждый день. Но вскоре загремел в милицию. Его взяли, и когда милиция обнаружила их доход, навар, он составил, совершенно былоснованную для студента, еще даже в то время не студента, молодого человека, 533 рубля. И, собственно, вот за эти махинации он угодил на первые свои два года. В начале 60-х по приказу ставшего очень агрессивным Хрущева спекулянтов и разных барыг сажают просто пачками. А за махинации с валютой могут поставить к стенке. Фека бросает торговлю тряпками и операции с долларами и придумывает после освобождения из тюрьмы новый вид дохода. Азартные игры в Советском Союзе под запретом. Но люди хотят играть. И Фека превращается в звезду подпольных катранов. Они инсценировали во время игры проигрыш своей жертвы, устраивали такую показную игру, во время которой играли все, но потом все получалось таким образом, что жертва проигрывала. В катранах собираются темные личности всех мастей. Мошенники, каталы, карманники, проститутки, спекулянты, фарцовщики, валютчики, цеховики, вороватые чиновники. И те, кто должен их ловить. Представители правоохранительных органов. Денег у посетителей катранов много. Феке есть с кем работать. Постепенно размах группы Феоктистова переместился не только с Невского проспекта, с Лиговки, но фактически охватил весь Петербург, тогдашний Ленинград. Однажды в ресторане к банде Феке обратился известный питерский катала по кличке Валера Слепой. И попросил Феку выбить карточный долг из одного цеховика, Наиля Садыкова, который уже месяц не отдает ему 12 тысяч рублей. 50% ваши. Так началась новая страница криминальной биографии Феки. Карьера рэкетира. Любителя карточных игр припугнули ножом, немножко побили, и на следующий день он в зубах принес Феке 12 тысяч. Астрономическая совершенно сумма по тем временам, но поскольку Садыков сам был в неладах с законом, пришлось платить. Катала Валера Слепой сдержал свое слово и отдал половину денег Феке. И Феоктистов понял, что напал на золотую жилу. В городе полно должников и криминальных конфликтов. И в его услугах по выбиванию долгов нуждается масса людей. В первый же месяц его банда заработала 20 тысяч рублей. По тем временам он, конечно, походил на ужасного Карабаса-Барабаса, и они совершали много разных правонарушений и всего. Но такого, скажем, зловещего кровавого следа с кладбищем в лесу и так далее, не было, конечно, за ним такого. 1980 год. Отшумела Олимпиада. Брежнев тяжело болен. В Кремле устойчивый запах политических интриг. Все большую власть имеет Юрий Андропов, самый вероятный претендент на советский трон. Осенью 80-го года главе советского КГБ показывают номер немецкого журнала Шпигель. На обложке мужчина в темных очках и сверху написано слово «Мафия». Открыв журнал, Андропов видит огромную статью прокрестного отца Ленинграда Владимира Феоктистова, в которой есть эффектные фотографии, на которых Фека запечатлен с бокалом в руке сидящей в ресторане. Мафия, Советский Союз, КГБ. Все. Больше ничего не надо. Зачем? Достаточно абсолютно. Дальше уже какие-то там 15 абзацев и сенсация. Существование организованной преступности в Советском Союзе всегда отрицали. Впервые о том, что в стране есть несколько мафий и мощных ОПГ, заговорили лишь в 88-м году, когда Юрия Андропова уже не было в живых. Дул ветер перемен, и говорили еще не такое. Но в сентябре 80-го, увидев сенсационный материал в немецком журнале, Андропов приходит в ярость. Открыто этот застегнутый на все пуговицы человек своих эмоций никогда не показывал. Но всем было понятно. Фотография ленинградского мафиози в журнале «Шпигель» означает начало огромной спецоперации. Глава КГБ уничтожит тех, кто это допустил. В 70-е в Ленинграде расцвела криминальная группировка, которой рулил авторитет по кличке Фека. Банду он начал собирать еще в студенческие годы. И каждый ее член был весьма колоритным персонажем. Евгений Цветков по кличке Бык. Василий Капланян по кличке Нахаленок. Александр Плиев по кличке Поляк. Артем Меликов по кличке Мастер. И боксер Юрий Рей, который прославился потом на всю Канаду. Идея отнимать деньги у картежников пришла именно Нахаленку. Технология состояла из двух этапов. Разводка и выбивание долга. Разводка начиналась в ресторане. Нахаленок выискивал клиента обязательно тепленького. Подсаживался к нему за столик и угощал выпивкой за свой счет. Клиента окончательно развозило, и Нахаленок продолжал играть роль самого доброго человека в Ленинграде. И говорил, давай я тебя подвезу до дома, допустим. Или не хочешь ли ты сыграть в карты? Нахаленок ловил такси, сам оплачивал проезд, но вез пьяненькую жертву совсем не домой, а в квартиру, где его уже ждали фека и товарищи. И под разными предлогами мошенники начинали карточную игру. Все хорошо, прошло 3-4 часа, ты кругом должен отдавать. Проигравшись в пух и прах, гуляк описал мошенникам расписку и уезжал. Или заваливался спать тут же на их блатхате. А утром получал грозное напоминание, что ему надо в короткий срок отдать крупный долг, а не то будет плохо. Они подписывали закладные записки, потому что суммы были 20 тысяч рублей, 25 тысяч рублей, 30 тысяч рублей. В Советском Союзе это были очень большие деньги. Фека обожал рестораны, ездил на дорогих автомобилях, каждый день пил самые дорогие спиртные напитки и очень любил красивых женщин. В этом, похоже, и был весь смысл всех его рискованных мероприятий. Он заходит такой серьезный, реально серьезный. А когда он улыбается, все, это уже солнце, это уже какое-то озарение вокруг всего ресторана. В душе он был артист и жаждал аплодисментов и признания миллионов. Когда его во время очередного загула начал фотографировать какой-то импортный корреспондент, Фека был просто счастлив и не понимал, чем кончится эта фотосессия. В то время статьи про Советский Союз пользовались огромным успехом на Западе. Заглянуть хотя бы в дырочку железного занавеса хотели миллионы людей. Европейцам и гражданам США было очень интересно узнать, как на самом деле все устроено в стране, которую боится весь мир. Особо котировались статьи про проституток, наркоманов, алкоголизм и ужасающую бедность. Но социальные язвы от зарубежных корреспондентов тщательно прятали. Каждому был приставлен хвост из сотрудников КГБ. И проникнуть в реальность было почти невозможно. Но корреспонденту Шпигеля удалось познакомиться в гостинице, в которой он жил, с настоящей валютной проституткой. Люди, которые жили в самой гостинице, либо приходили в ресторан отдохнуть, к вечеру у них посещала мысль каким-то образом, что надо продолжить отдых в кругу симпатичных девушек. Они тут как тут, всегда были, так сказать, на подхвате. Причалы Ленинградского морского вокзала принимают ежегодно 200 тысяч туристов. Ленинград входил в культурную программу многих иностранных туристов. Здесь часто проходили международные конференции. Крупные гостиницы – Ленинград, Астория, Англитер, Октябрьская – были самыми горячими точками на карте города, где круглосуточно кипела любовь за деньги. Немецкий корреспондент всего за 200 долларов США получил вместо секса подробный рассказ об устройстве этого рынка. И девушка поведала ему, что главный в городе криминальный авторитет носит кличку Фека. Она говорит, понимаешь, вот тут вот такой вот бандит, и все, значит, тот берет камеру и за ним пару дней походил по ресторанам. И в Германии входит статья. Бандит под прикрытием милиции. Значит, и фамилия Феоктистов и так далее. После того, как номер журнала «Шпигель» со статьей о Феке положили на стол Андропову, председатель КГБ сразу же позвонил первому секретарю ленинградского обкома КПСС Григорию Романову. И Григорий Романов, человек обычно вальяжный и самоуверенный, после разговора с Андроповым впал в истеричное состояние с угрозой обширного инфаркта. Вот надо же, в Советском Союзе, и вдруг вот что-то такое, похожее на какую-то там мафию, и, естественно, здесь в обкоме Романов стучал кулаком по столу, и требовал, чтобы решили вопрос. Романов был хозяином Ленинградской области уже 20 лет. И горожане говорили так. В Ленинграде все как раньше. Зимний стоит, Романов правит. Этот человек был назначен на высокий пост лично Брежневым и считал себя его другом. Власть у Романова была огромная. Он был одним из самых влиятельных региональных чиновников. Расло производство промышленных предприятий, качество продукции было на высоте. И, что самое главное, я считаю, он очень-очень поднял сельское хозяйство. В эпоху Романова в Ленинграде было построено много жилья. Город, как и Москва, получил первую категорию снабжения, что означало сытую жизнь на зависть всей стране. Враги Романова обвиняют его в изгнании из Ленинграда Бродского и Довлатова. А поклонники приводят в пример расцвет при нем творчества Товстоногова и Кирилла Лаврова. И Романове же в Ленинграде появились три такие уникальные тогда для Советского Союза организации, как Ленинградский рок-клуб, так называемые ТИИ, Товарищество экспериментального искусства, и Клуб 81. Романов был мощной фигурой и мечтал о месте генсека. Но Андропов и другие московские тяжеловесы не хотели и близко подпускать его к Кремлю. Питерских очень не любили двигать наверх. У Питера с Москвой же всегда были такие довольно напряженные отношения, и к питерским руководителям всегда было такое отношение, столица не очень теплая, будем говорить откровенно. И вот Романов сел в калошу. Так опозориться, прогреметь на всю страну. Какой-то бандит, о котором он даже ничего не слышал, в один миг сломал все его планы по продвижению к высшей власти. Когда решались вопросы с Феоктистовым, это все тоже на высоком уровне решалось. Каких-то интриг на чуть ли не политбюро. То есть когда кто-то против кого-то использовал эту информацию, то есть говорил, вот смотрите, что там происходит. Всю эпоху застоя хозяином Ленинградской области был всесильный Григорий Романов. Сидел он на своем месте крепко, но иногда трон качался. В 74-м году он выдавал замуж дочку. Подарил ей дорогой ювелирный гарнитур и машину. А также, как сообщили радиостанции «Свобода» и «Голос Америки», взял для свадьбы в Эрмитаже царский сервиз на 144 персоны. И пьяные гости его в разгар праздника частично расколотили. Правда это или нет, доподлинно неизвестно. Но слух быстро дошел до Москвы, и в Кремле все поразились наглости Романова. Такого в Москве себе никто не позволял. Я его как-то спросила, Григорий Васильевич, ну а почему за вас никто не встал в этой истории с сервизом? Он мне сказал, я говорил Андропову. А Андропов сказал, махнул рукой, сказал, да не обращай ты внимания. И почему ты не стал этим заниматься? Но в 80-м году, когда Андропов уже метил в генсеке, отношение к Романову у главы КГБ изменилось. Добродушие и снисходительность как будто испарились. Андропов больше не собирался прощать Романову никаких ошибок. Потому что видел в нем конкурента. И тут еще публикация в Шпигеле, в которой говорилось о том, что Ленинград бандитский город. И во всей красе был показан глава самой мощной питерской ОПГ. Романов понимает, он должен уничтожить Феку. Иначе его просто снимут за то, что город-герой живет по гангстерским законам. К началу 80-х Феку уже держат в своих руках почти все криминальные сферы Ленинграда. И самые большие доходы получает от торговли живым товаром. Он взял под контроль главные точки, где работают проститутки. Кто-то вспоминает его как большого дамского угодника и просто душку. А кто-то как очень агрессивного и жадного человека, который от грубых слов легко переходил к мордобою. Феоктистов – это гупник, который занимался беспределом, бесчинствовал в ситуации того, что правоохранительные органы, вероятно, боялись с ним связываться. Потому что у них такого даже, ну, не знаю, опыта, прецедентов было немного. Как это ни странно, но у главаря ленинградских рэкетиров была приличная семья. И никто в его доме, ни родители, ни жена, ни тем более дочь, не знали, чем он промышляет и днем, и ночью. Для меня он был всегда добрым человеком, отзывчивым. Очень любил своих друзей. Ну, так как я одна дочка, меня, естественно, тоже боготворил. С особым теплом Елена вспоминает, как папа подарил ей Михаила Боярского. Шел 1979 год. Это был самый популярный артист Советского Союза. И снова ждет нас путь под небом низким. Боярский, как и Фека, любил рестораны и шумные застолья. Поэтому нет ничего удивительного в том, что однажды они встретились в одном из популярных злачных мест. Фека передал через официанта артисту, что приглашает его за свой богато накрытый стол. Боярский отказался. Тогда к звезде экрана подошел самый крупный член банды Феки и положил Боярскому тяжелую руку на плечо. Друг актера вскочил из-за стола, сделал из бутылки розочку. Вот-вот и пролилась бы кровь. Боярский решил обойтись без поножовщины. Мне, наверное, было лет 12-13. Папа привел его ночью домой. Боярский пришел с огромной сумкой, в которой лежала черная буханка хлеба. Они встретились в ресторане «Россия». И папа разбудил меня среди ночи. Сказал, видишь, у кого тебя привел? Романов требует от ленинградской милиции как можно быстрее собрать на Феку пухлое дело. Найти все концы и понять криминальные схемы. Но милиция говорит, что расследование идет как-то кисло. Потому что Фека купил несколько влиятельных сотрудников правоохранительных органов, взял их в долю и приучил к хорошей жизни. Спайка была крепкой. Фека в покровителях был уверен. Мафия становилась все сильнее и наглее. Его защищали некоторые сотрудники милиции, причем довольно высокопоставленные, скажем, сотрудники ленинградского главка, такие как Бондарев по кличке Бондик, Юрий Ломатовский, который был одним из начальников ГУБД Ленинграда, уголовного разыска. В Ленинграде, как и в других городах Советского Союза, ночью нельзя было купить спиртное. И продажей водки промышляют таксисты, которые вертятся возле вокзалов, аэропорта и гостиниц. За беленькую они берут три цены. Но те, кому не хватило, очень рады. Фека облагает таких таксистов данью. Он знает, что это очень богатые люди, и вытрясти из них можно много. Главное припугнуть. Расправой или тем, что за водочного спекулянта завтра возьмется милиция. От одного его вида таксисты, которые там, не знаю, зарабатывали на том, что брали четыре цены из выпивших, командировочных и так далее, которые знали, что да, они нарушают закон. Они, конечно, тушевались и сжимались, и им говорили, вот плати пять рублей, мы тебя не будем бить об капот твоей машины. Конечно, он платил пятнадцать. Подпольная торговля золотом и антиквариатом. Контрабанда сигарет из соседней Финляндии. Фека появлялся всюду, где ковались криминальные капиталы. И, конечно, он не мог пройти мимо касты барменов. На махинациях с алкоголем эти люди зарабатывали огромные деньги. И больше всех имели те, кто работал в барах, в которые приезжали напиваться финны. Двадцать процентов своих левых доходов они сдавали Феке. Если Феоктистов начинал выбивать им зубы, они не жаловались милицию, потому что они знали, что им это обойдется дороже. Они давали ему деньги, они давали ему наводки на лохов, на людей, которые приезжали, у которых видно было, что у них есть деньги, которые напивались и, в общем-то, теряли все, что у них было. В восемьдесят первом Фека покупает новую машину и планирует значительное расширение криминального бизнеса. Сколько еще неохваченных валютных проституток? Плодятся, как грибы спекулянты, цеховики и каталы. И всех их можно доить. Фека меняет машины и красивых женщин. Жизнь удалась. Он был самым публичным, наверное, криминальным явлением советского Ленинграда. Обществу он был нужен как такой интересный персонаж, такой, знаете, о ком можно посудачить. Криминальному миру он был нужен как, может быть, в какой-то степени отвлекающая фигура. Понимаете, чтобы меньше было разговоров о том настоящем, что делалось о цехах, о серьезной фарцовке, о серьезных валютных делах, об антиквариате, кстати, который был очень важным источником криминального бизнеса. Ну, а власти он был нужен для показательной порки. Первый секретарь Ленинградского обкома Григорий Романов хотел отчитаться Андропову, что упек за решетку главного мафиози северной столицы, о котором написал вражеский шпигель. На что советские партийные власти реагировали очень болезненно, потому что такового по определению не должно было быть в стране Советов. Фека был не только рэкетир, который тряс барменов, проституток и таксистов, но и решала, как сейчас называют граждан, помогающих разруливать сложные вопросы. Со всего города в ресторан, в гостинице Полковская к нему тянулись цеховики, спекулянты и прочие барыги, с просьбой уладить какой-то конфликт или выбить долг. Я Фека, я все решу, я там туда пойду, я сюда пойду, я разрулю там, я договорюсь. Время было голодное. Полки магазинов ужасали ленинградцев, привыкших в былые времена к неплохому снабжению. Исчезли самые элементарные товары, и торгаши как никогда почувствовали свою власть над миром. Фека активно внедряется в клан людей, имеющих доступ к съестному дефициту. Трясет начальника в баз, участвует в схемах по сбыту украденных продуктов питания. Его главный партнер Мара Козырицкая, торговый работник с большим криминальным стажем. Она-то и сдаст его следователям, выполнявшим заказ Романова. У Мары не было другого выхода, она вынуждена была раскрыть всю схему, всю схему передачи всех этих оброков и так далее. Не побоялась ради того, чтобы спасти свою империю. Империю ее и ее мужа Вячеслава. Дочь Феки Елена по секундам помнит сцену ареста своего отца. В дверях квартиры позвонили ночью. Фека в тот день не был в загуле, спал дома, как обычный честный семьянин. Дверь открыла мать. Вошли хмурые мужчины в штатском и сразу начали обыск. Фека, которого весь Ленинград считал очень наглым и бесстрашным, сидел в центре комнаты в трусах и майке и вид имел очень жалкий. И просто подложили маленькую такую, я не знаю, там может быть один грамм марихуата. И это послужило поводом, чтобы его арестовать. У них не было повода. Причины не было. И потом уже, когда забрали, естественно, там все раскрутили. Все, что им нужно было. С целью розыска и задержания преступника вводится положение план «Перехват Центр». Вся милиция Ленинграда знала, Фека должен сесть. Распоряжение об этом пришло с самого верха. И генералы гоняли подчиненных в поисках хоть каких-то фактов, за которые Феку можно было упечь в тюрьму. Была доказательная база, но господин Романов, бывший на тот момент главой, велел устроить показательную порку. Сами следователи рассказывали потом, что притягивали за уши какие бы то ни было доказательства, чтобы его осудить, причем осудить на 10 лет. В поисках доказательств милиция напирала на допросах на любовницу Феки Нину Гаврош. Удалось узнать, что Фека не раз ее избивал. Сначала Нину пугали тюрьмой. Потом решили купить, пообещали улучшение жилищных условий. Лишь бы она дала показания, что Фека наносил ей побои. Но Нина любимого не сдала. Она отказалась давать показания и вообще сказала, что ничего не было. Когда ее там на допросах стали от нее тягать, вот вы требуете у нее показания, она стала утверждать, что никакого избиения не было, и вообще все хорошо. И вообще Фектистов Володя прекрасный человек. С Ниной Фека встречался почти 15 лет. Она знала про то, что он ей неверен. Гуляет, как говорят в народе, направо и налево. Часто получала от него зуботычины просто потому, что Фека пьян. Но все равно его очень любила. И считала, что это лучший мужчина, встреченный ею на жизненном пути. Самый щедрый и самый умный. Он был настолько интеллектуально развитым человеком. Это не тот тупоголовый, знаете, человек, который вот это, да, а еще я ею ем. Нет, такого не было. С ним всегда было интересно. Милиционерам оставалось только завидовать Феке. Женщины его просто обожали. Ни одна из любовниц или случайных подружек, угнетаемых проституток или просто знакомых не сказала про авторитета ни единого плохого слова. Он был щедрым секс-символом Ленинграда, необыкновенным мужчиной. Он мог собрать 30 человек вокруг себя. И это могли бы быть все 30 женщин. Клянусь вам. И это не говорило о том, что он там с ними что-то, да, имел после процесса. Но он кормил, поил. Ну вот просто вот нравилось ему ублажать, наслаждать женский пол. Феке дали 10 лет, но отсидел он 8. За 8 лет на зоне Фека успел многое обдумать. После освобождения с удовольствием раздавал интервью. И уверял журналистов, что с криминальным прошлым покончено. Никакой он больше не крестный отец. И городом на Неве теперь рулят другие. Я никуда не лезу. Не надо мне приписывать того, что, так сказать, вот вы все говорите. Ни о каком престоле криминальном речи не идет. Мне все это не нужно. Я хочу спокойно жить. Я не хочу снова в тюрьму, да, так сказать. Я перед всеми официально заявляю, что я никакими ракетирскими шайками не управляю. На дворе были кровавые 90-е. В каждом крупном городе за власть борются несколько ОПГ. Мальчишки мечтают стать бандитами. Ездить на стрелке, носить оружие, драться. Девочке выйти замуж за братка. Формы рэкета стали просто страшными. Методы феки по сравнению с ними детские забавы. Когда он вернулся, здесь уже другой мир. Более жестокий, где утюги, отрезанные пальцы, киднеппинг. Где рэкет уже обрел совершенно нечеловеческое лицо. Наши бандиты хлынули за рубеж. Русские братки в цепях и спортивных костюмах стали ходить по улицам Америки. Быстро освоили Польшу и Израиль. Со временем они стали выглядеть приличнее и растворились в заграничном криминальном мире в образе мелких мошенников с жестокими нравами. Естественно, до сицилианской и азиатской преступной группировки им было далеко. Я бы сказал, что это больше напыщенность такая русской мафии. Там больше взрывов, хлопков. А по факту это были средние мелкие мошеннические схемы в области страхового мошенничества, мелких угонов и так далее. Фека тоже подался в США. Но момент для эмиграции выбрал крайне неудачный. Американский президент Джордж Буш как раз начал широкомасштабную чистку страны от мафии, в том числе и русской. И Феке пришлось вернуться. И сказал, я не могу, мне нужна Россия, мне нужен Питер. Григорий Романов, несмотря на то, что засадил в тюрягу Феку, удержаться на посту не смог. В 83-м он поехал на отдых в Литву в привычном качестве первого секретаря, а вот вернулся в Ленинград простым пенсионером. В неочередной съезд Политбюро решил отстранить его от занимаемой должности. Он сам не рассказывал об этом, как было. Он вернулся сюда, ему даже уже машину такую, на какую его провожали, уже не дали, не полагается. На пенсии Романов жил очень скромно и страшно обижался, что люди помнят только взятые им на свадьбу дочки тарелки из Эрмитажа. А про все достижения Ленинграда при нем забыли. Фека пытался встроиться в криминальный мир 90-х. Встречался с новыми авторитетами, просил взять в долю. Но это были ребята, которые беспрерывно проливали кровь конкурентов, врагов, их женщин и даже детей. Фека такие условия игры принять не смог. Он был очень советским человеком и не сумел переформатироваться. В новую гангстерскую волну он не вписался совершенно. Жизнерадостный Фека в конце жизни впал в депрессию. То, что творилось в его родном городе, который теперь был бандитским Петербургом, его пугало и очень расстраивало. Он болел, и я знал, что он болел. Я ему однажды предложил, говорю, давай поедем в Трусковец, там, где лечит печень. Все заболевания печени. И он так на меня посмотрел, как-то безнадежно отреченно сказал, слышишь, а зачем? У Феки, как у закоренелого алкоголика, отказала печень. Он умер от цирроза, чем его дочь чрезвычайно гордится. Отца не взорвали, не застрелили. Ушел он в мир иной, в своей постели. Крови на его руках нет, как на многих. И умер он в отличие от многих своей смерти, болезни, как бы. Он достаточно мирный был человек. Главными грехами Феки были алкоголизм и дурная привычка бить подружек. В остальном это был мелкий мошенник, веселый гуляка и сиборит. Но с помощью корреспондента журнала Шпигель он превратился в советского Дона Корлеоне и стал потом жертвой политических интриг. У Феки всю жизнь было так. Шумихи вокруг его персоны было на рубль, а криминальных дел на копейку. За ним всегда шла слава, не соответствующая ему. Его считали большим, чем он был на самом деле. На фоне бандитизма конца 80-х и 90-х годов это вообще все детские шалости. Это, понимаете, ну шалунишка такой, не более того.